Продолжение следует... В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Якутия может спать спокойно. Как сотрудники госавтоинспекции проводят выездные рейды в районы. Такси вези и, пожалуйста, довези. Поговорим о безопасности во время междугородних перевозок. 15 июня дан старт проекту «Детство без опасности» в республике Саха-Якутия. Повторение «Мать учения» знания правил дорожного движения в нашей студии проверит известный артист театра танца, народный артист республики Саха-Якутия Афанасий Афанасьев. Буквально с самого рождения ребенок становится участником дорожного движения. С того самого момента, когда мамы с ребенком садятся в автомобиль после выписки из роддома и отправляются домой. Уже с этих мгновений семья вступает в отношения с правилами дорожного движения, строго регламентирующими меры пассивной безопасности во время перевозки детей в автомобилях. 15 июня состоялась пресс-конференция, посвященная старту в республике Саха-Якутия образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе перинатального центра государственного бюджетного учреждения республики Саха-Якутия «Якутская городская клиническая больница». В России трехлетний проект по профилактике детско-дрожного транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года, в котором тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. В 2020 году проекта охватило еще 35 регионов. В 2021 году в проекте будут задействованы остальные регионы нашей страны, в числе которых и республика Саха-Якутия. Планируется, что в текущем году охват мероприятиями проекта достигнет 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. Идеология проекта – это было информирование родителей о правильности перевозки малыша в автомобиле и развенчивание тех мифов и стереотипов, которые, к сожалению, сложились в обществе. Во-первых, чтобы охватить все свои населения, а во-вторых, чтобы более качественно донести информацию о правильности перевозки малыша с первых дней его жизни и рассказать разницу между выпускным конвертом и автоконвертом. Повышение культуры поведения участников движения на дорогах в числе приоритетных направлений работы по снижению аварийности. Воспитание в подрастающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения должно начинаться с самого раннего возраста. Обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств. Ответственное отношение в семье к безопасности детей при перевозке в транспорте и в целом при участии в дорожном движении будет способствовать формированию законопослушного поведения на дороге с пеленок. У нас поставлена задача в целом по республике снижить уровень смертности ДТП до 2024 года на 3,5 раза. Ну и в том числе детские ДТП там тоже отдельные есть статистика. Что хотелось бы отметить, что с нашей стороны проводится, допустим, мероприятие такого характера на федеральном уровне внимания дети. Это такое широкое мероприятие во всей стране оно проходит. Участвуют дети, те, которые выигрывали конкурс, они потом уже едут на соревнования на российском уровне и там тоже принимают участие. Ну и кроме этого безопасное колесо, юные инспекторы дорожного движения, ну и с участием других общественных организаций, вот как говорила Лига отцов и так далее, вот крупные такие мероприятия. Проект детства безопасности реализуется Министерством внутренних дел России совместно с Минздравом России и экспертным центром движения безопасности в рамках исполнения указа президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, а также федерального проекта безопасность дорожного движения, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поездка в другой город всегда ответственна и зачастую опасное путешествие Многие жители нашей республики даже не знают квалификацию своего водителя И попросту не знают, кому доверяют свои жизни О том, как снизить риски и доехать до точки Б без неприятных сюрпризов Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Наш сегодняшний гость это главный государственный инспектор территориального отдела Государственного автодорожного надзора по республике Саха-Якутия Дмитрий Михайлович Плескачевский Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Итак, Дмитрий, какие же вообще существуют виды перевозок и чем они отличаются друг от друга? Согласно уставу автомобильного транспорта Виды сообщений подразделяются на городские, пригородные, междугородные и международные сообщения Если по видам перевозок пассажиров багажа подразделяются Это регулярные перевозки по заказам И перевозки легковым такси Требования, в принципе, для всех видов сообщений они едины Единственное, что может отличаться, это требования к транспортному средству Именно наличие тахографа И дополнительно, это наличие ремней безопасности на автотранспортном средстве на каждом пассажирском месте А какие документы должны быть в наличии у водителя, осуществляющего междугородние перевозки? Есть ли какие-нибудь особенные документы у него? Нет, особенных документов никаких нету, они все, по сути, обыденные на слуху Это наличие именно путевого листа с отметками прохождения предрейсово-технического контроля транспортного средства И с отметкой прохождения предрейсово-медицинского осмотра водителя Также это документы, соответственно, на транспортное средство Водительское удостоверение Если требуется карта водителя, ну, для использования тахографа И договор о страховании пассажиров Да и, ну, вид страхования, это не ОСАГО А именно как по аббриатуре ОСГОП звучит Именно договор о страховании пассажиров и багажа перевозчиком Ну, так Так, а этот документ, он обязательный? Документ, его присутствие не обязательно Но должна быть информация в местах продажи И желательно в салоне автобуса Что пассажиры могли ознакомиться Именно со страхованием Просто вот я как пассажир тоже, кажется, впервые слушаю О существовании такого страхования пассажиров и багажа Ну, это требование уже у нас действует давно Это именно договора такие должны заключать перевозчики Которые перевозят пассажиров и багаж автобусами именно Вы отметили также тахограф И очень интересно узнать, как он же работает И есть ли какие-то требования к тахографу? Требования к тахографу, конечно, имеются Они прописаны и утверждены приказом 440-м Минтранса Они, в принципе, все обыденные Единственное, что тахограф должен устанавливаться в соответствующих мастерских Имеющих сертификат и лицензию Также тахограф должен быть поверен, настроен К определенным видам тахографа Должен определенный вид карты водителя присутствовать, использоваться Тахограф нужен для того, чтобы следить за режимом труда и отдыха водителя После начала работы или рабочей смены Водитель имеет право управлять транспортным средством не более 4,5 часов Где должен далее быть уже перерыв не менее получаса Нарушение этого режима труда и отдыха влечет за собой административную ответственность Если это работодатель уже или юридическое лицо, или предприниматель Иное должностное лицо, которое выдает графики работы Заведомо, наверное, с нарушением режима труда и отдыха Тогда они уже несут должностные лица ответственность Там уже штрафы более серьезные А вообще, какие самые распространенные нарушения вы выявляете на дорогах ваше ведомство? Основными нарушениями допускают такие, как порядок заполнения путевого листа Они отображают в путевых листах сейчас вид сообщения и вид перевозок пассажиров и багажа Нарушение правил использования тахографа или вовсе его отсутствие Бывает то, что не проходит предрейсовый технический контроль транспортного средства И предрейсовый медицинский осмотр водителя Отсутствие даже путевого листа Штрафы, конечно, здесь серьезные За каждое нарушение предусмотрена административная ответственность Если транспортное средство не включено в реестр лицензии Или вовсе данный перевозчик не имеет лицензии на перевозку пассажиров, багажа и иных лиц Хотелось бы нашим жителям пожелать более тщательно выбирать перевозчика И проверять его на наличие лицензии, страхования пассажиров Прохождение этим данным водителям предрейсового медицинского осмотра И технического контроля транспортного средства Спасибо, Дмитрий Полностью присоединяемся к вашим словам, к вашим пожеланиям Надеюсь, каждый зритель нашей передачи определит из нашего диалога для себя что-то важное Откроет для себя много нового И спасибо, что пришли к нам До свидания Спасибо, до свидания Структурные подразделения Министерства внутренних дел работают не покладая рук И постоянно контролируют ситуацию на дорогах нашего Алмазного края О том, как работает отдел ГИБДД Министерства внутренних дел по Хангласскому району Мы узнаем в следующем сюжете 8-0, 7-0 Часик Идем наблюдение за мотоциклистом Здравствуйте Капитан полиции Алексеев, начальник госавтоинспекции Водительское удостоверение, видите? Документы на транспорт Моторшлем где? В ходе скрытого патрулирования нами был выявлен водитель мотоцикла Водитель данного мотоцикла не имеет водительского удостоверения Сотвитящей категории А также отсутствуют документы на транспортное средство Со слов водителя Данное транспортное средство, мотоцикл он собрал Из запасных частей других мотоциклов В дальнейшем на данного граждане будет выписан штраф В соответствии с статьей 12.7 части 1 Штраф от 5 до 15 тысяч рублей С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств А транспортное средство будет задержано И помещено на специализированную стоянку в городе Покровск В летний период Хангалаский район Посещают множество туристов из разных уголков республики Соответственно трафик движения транспорта увеличивается в разы Повышается риск создания аварийных ситуаций Дорожно-транспортных происшествий Чтобы сбить скорость на региональной автодороге Умнаст Установлено несколько камер автоматической фиксации и правонарушений Где в прошлом году, к сожалению, произошло не одно ДТП С тяжкими последствиями вплоть до летального исхода Так как установили фотокамеры, видео, фиксации Это сказалось все равно на скорости движения Более, так сказать, дисциплинировало водителей Именно по соблюдению скоростного режима Будем дальше работать Так как в этом году тоже несколько объектов есть По национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги Сейчас идет реконструкция дороги И в данных участках тоже будут выставлены мобильные комплексы Именно передвижные Чтобы именно на ремонтных участках Соблюдали скоростной режим В особенности расположения Хангаласского района Также фиксируется ежегодно дорожно-транспортное происшествие В виде наезда на домашний скот В частности, это происходит на оригинальной автодороге Умнаст Ближе к осени в темное время суток И хотелось бы обратиться к владельцам коров и лошадей Чтобы они устанавливали световозвращающие элементы Бывают отражающие ошейники Пояса, бывают краски Чтобы в темноте вовремя заметить Именно это домашнее животное В летнее время во всех лосах республики Использование мототранспорта стоит больше, чем машин К сожалению, не все соблюдают меры безопасности В прошлом году в поселках Максагаллах и Катылжура Были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия С участием мотоциклистов В рамках оперативно-профилактического мероприятия Мотоцикл по всей республике Были проведены операции во всех населенных пунктах Хангаласского района И как опыт показывает Очень часто попадаются несовершеннолетние Без права управления До 16 лет, либо после Родители сами берут и покупают Заведомо зная То, что у ребенка нет водительского застарения Что нет опыта никакого Все равно покупают и предоставляют Возможность такую Подталкивают на правонарушения Вот буквально в прошлом году Летом произошло ДТП Где из поселка Бугуняхтах Несовершеннолетние дети Без права управления Без мотошлемов Выехали в сторону поселка Улаханан Где произошло столкновение С другим мотоциклистом Тоже несовершеннолетним Тоже у которого не было водительского застарения И мотошлемы Чудом, конечно, они остались живы Один из пассажиров мотоцикла К сожалению, получил очень тяжкий вред здоровью Это перелом бедренной кости у ребенка И как проверкой выяснилось То, что именно вот этому мальчику Который управлял родители Мать сама купила мотоцикл В Хангаласском районе На постоянной основе Проводятся акции, флешмобы И различные мероприятия В целях пропаганды безопасности Дорожного движения Для несовершеннолетних В этом году на вооружение Подразделения Хангаласского района Поступили новые транспортные средства Весь автомобильный парк обновлен Итак, мы приступаем К нашей постоянной рубрике Где в нашей студии Известные личности Проверяют свои знания Правил дорожного движения По традиции Наш экспресс-тест состоит Из 10 вопросов И наш сегодняшний гость Это народный артист Республики Саха-Якутия Афанасий Афанасьев Добрый день, уважаемые телезрители Спасибо за приглашение В вашу студию Наш первый вопрос Кто должен уступить дорогу? Первый вариант ответа Водитель легкового автомобиля Или водитель грузового автомобиля? Мне кажется, должен уступить водитель грузового автомобиля Хорошо, ладно Мы принимаем вариант ответа И двигаемся дальше На каком рисунке изображен перекресток? Только на левом? Только на правом? Или на обоих? Перекресток изображен Только на правой стороне Хорошо Принимаем ваш вариант ответа Вопрос номер 3 Вам можно выполнить разворот Только по траектории А Только по траектории Б Или по любой траектории из указанных Ага, мне кажется Можно выполнить разворот По... Только по траектории Б Ой, А Разворот выполнить По траектории Буква А Ага, все хорошо Водители каких автомобилей Не нарушили правила остановки? Только автомобиль Б Только автомобиль В Автомобили А и Б Автомобили А и В Мне кажется Водитель автомобиля В В Второй вариант ответа? Да Ага Ладно, мы принимаем этот вариант ответа Не нарушил только автомобиль В Следующий вопрос Вы можете продолжить движение На следующем перекрестке Только в направлении Б То есть прямо В направлении А и Б То есть на право и прямо Или в любом направлении из указанных? В любом направлении из указанных Угу Хорошо, принимаем вариант ответа Идем дальше Какие из указанных знаков Разрешают движение Со скоростью 60 км в час? Только Б Б и В Или все? Б и В Хорошо, принимаем вариант ответа Б и В При движении прямо Вы имеете преимущество Должны уступить дорогу только мотоциклу Должны уступить дорогу только автомобилю Или должны уступить дорогу обоим транспортным средствам? Я имею преимущество Хорошо Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля буксирующего неисправное транспортное средство? Разрешается Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке или запрещается? Мне кажется, третий запрещается Кто должен уступить дорогу при одновременном развороте? Водитель автобуса, водитель легкового автомобиля или в данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности? Водитель легкового автомобиля Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию Первый вариант ответа Менее 70 метров на протяжении 100 метров Второй вариант ответа Не менее 70 метров на протяжении 100 метров Или от 70 метров до 100 метров Второй вопрос Хорошо, отлично Мы принимаем вариант ответа Спасибо Афанасе, что пришли в нашу студию Это были непростые вопросы Скажем так, надеюсь, что вы справились И мы приглашаем нашу студию Нашего независимого эксперта Наталью Волкову Добрый день Очень было приятно наблюдать за вами Как заслуженные артисты Рассуждают о безопасности дорожного движения Как я знаю, вам приходится много путешествовать По гастролям И наверняка Вы много чего на дороге замечаете По нашим вопросам Первый вопрос Вы ответили совершенно верно В данном случае водитель грузового автомобиля Обязан уступить дорогу Так как у нас с вами установлен предупреждающий знак Который говорит о том, что эта полоса у нас заканчивается Соответственно, водитель, двигающийся без изменения направления движения Будет иметь преимущество Поэтому в данном случае ответили верно Спасибо Во втором вопросе Вы немножко засомневались И выбрали неправильный ответ У нас с вами перекресток изображен на левом рисунке А на правом рисунке, если вы посмотрите Город напоминает Санкт-Петербург Арка у нас ведет во двор А выезды со двора не считаются перекрестками Поэтому правильный ответ на левом рисунке В этом вопросе вы, к сожалению, ответили так же неверно Перед перекрестком у нас установлен знак 411 Примыкающая дорога имеет разделительную полосу Которая разделяет направление движения Соответственно, если вы разворачиваетесь по траектории А Вы идете навстречу потоку А если по траектории Б То по попутному потоку Поэтому тут даже по обычной логике Можно было бы догадаться, что только траектория Б Просто не очень, наверное, внимательно посмотрели В этом вопросе вы выбрали самый неправильный ответ А дорога с односторонним движением Позволяет нам останавливаться Как с левой стороны дороги, так и с правой Но справа у нас установлен знак Остановка запрещена Стрелка, направленная вниз Табличка дополнительной информации Говорит о том, что знак будет действовать До места его установки То есть как раз нарушает правила дорожного движения Только автомобиль В Здесь вы ответили верно Знак 411 Движения прямо установлены После перекрестка В начале дороги будет действовать До следующего перекрестка То есть на следующий перекресток Не распространяет свое действие Поэтому там вы можете двигаться По любой траектории, куда вы пожелаете Так, по скоростным знакам Вы ответили тоже верно Если мы с вами разберем эти знаки Первый знак говорит, что мы должны двигаться Со скоростью не больше 50 км в час То есть за знак мы должны въехать Уже со скоростью не выше данной скорости Второй знак говорит о том, что мы должны двигаться Со скоростью не меньше 50 км в час А третий знак является знаком, рекомендующим Держать такую скорость То есть не устанавливает обязательного требования На усмотрение водителя Общая рекомендация Поэтому ответили вы совершенно верно Хочу вам сказать, если бы вы действительно сейчас двигались прямо То первый мотоциклист был бы на вашем счету Мотоциклист у нас с вами двигается С правой стороны перекресток равнозначных дорог Помеха справа Вы обязаны были его пропустить Разрешается ли перевозка людей В салоне легкового автомобиля Буксирующего неисправное транспортное средство? Разрешается Нельзя перевозить людей в буксируемом автобусе В кузове буксируемого грузового автомобиля И так далее А в легковом автомобиле таких ограничений нет Единственное, что если у нас автомобиль буксируется методом частичной погрузки То тогда в буксируемом легковом автомобиле нельзя будет перевозить людей Здесь нас спрашивается о буксире О том, кто тянет Соответственно, для него ограничений не установлено В этом вопросе Знак нам показывает зону для разворота И разрешает разворачиваться как водителю автобуса Так и водителю легкового автомобиля Если в правилах не указан порядок То действует общее правило помеха справа Вы выбрали вариант, что уступить должен водитель легкового автомобиля У легкового автомобиля помехи справа нет Он едет первый А легковой автомобиль у нас для автобуса является помехой справа Автобус будет его пропускать То есть ответили, к сожалению, неверно Ну и здесь вы четко сразу же ответили Действительно, знак обязывает соблюдать дистанцию не меньше 70 метров На протяжении 100 метров И знак начинает действовать с места его установки Итого, конечно, очень жаль Но неправильных ответов вышло 6 К сожалению, да Да Но в некоторых вопросах вы четко и безошибочно сразу отвечали с первого раза Мне было очень приятно с вами познакомиться Надеюсь, что мы с вами еще увидимся в этой студии И в следующий раз вы ответите уже без ошибок Спасибо, до свидания Спасибо большое Вот и наша передача подошла к концу Уважаемые телезрители Соблюдайте правила дорожного движения Берегите себя и своих окружающих Будьте здоровы До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»